10 фактов о повседневных вещах, которых вы не знали Каждый день мы пользуемся множеством предметов и уже не обращаем на них внимания Но у многих из них есть скрытые функции, которые могут стать очень полезными Поехали! Бутылка кетчупа Хайнс В следующий раз, когда будете использовать этот кетчуп, посмотрите на горлышко бутылки Там вы увидите цифру 57 Это не просто дизайнерское решение Когда кетчуп плохо выливается, просто постучите по этой надписи и он польется хорошо Задник зубной щетки Если вы повернете зубную щетку обратной стороной, то заметите резиновую накладку Она там для того, чтобы чистить язык Поэтому в следующий раз не стоит чистить язык щетинками для зубов Символы на пластиковых контейнерах Вы обращали внимание на символы на контейнерах? На них часто есть треугольник с цифрой внутри Что означают эти цифры? Они означают тип пластика, из которого произведен контейнер Кусочек материи Когда мы покупаем одежду, то часто видим небольшой кусочек ткани с пуговицей, прикрепленный к покупке Зачем он? Не для того, чтобы зашивать дырочки Материал предназначен для того, чтобы постирать его и посмотреть, как поведет себя вещь Маленький кармашек на джинсах На джинсах есть крошечный кармашек, в который невозможно положить телефон или кошелек Зачем он тогда? Просто в 19 веке ковбои клали туда свои часы на цепочке Поэтому их и называли карманными часами Происхождение шелка Шелк – это один из самых мягких видов тканей И вы удивитесь, из чего его изготавливают Хотя технологии в наше время продвинулись далеко вперед Самым верным способом добычи шелковой нити так и остались шелкопряды Кольцо на банке содовой У этого колечка есть применение, о котором вы не знали Просто разверните его после открытия банки И можно помещать в него соломинку Подголовники в машине Подголовники помогают нам расслабить голову Но они также могут спасти вам жизнь В случае аварии подголовник можно отсоединить от сиденья И железными направляющими разбить окно и открыть дверь Крышечка Тик-Так Все мы видели этот выступ на крышечке от Тик-Так И думали, что он там, чтобы плотнее закрывать конфеты Но это не так На самом деле производители сделали этот выступ, чтобы вы могли получить по одной конфете за раз Щетина зубной щетки Дантисты советуют менять щетку раз в три месяца Но кто считает? Поэтому сама щетина, а точнее ее цвет Подскажет нам, когда стоит купить новую щетку Голубые щетинки на щетке не для красоты А для того, чтобы показать, что щетка уже должна быть заменена Когда они стали белыми, время менять щетку